9 мая, в Кишиневе дождя пока нет. Вот мы подходим к Мемориалу Вечности. Сейчас уже пол второго. Мы на Мемориале Вечности. Судя по всему церемонии уже закончились. Судя по всему церемонию. 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 Можно вас спросить, что для вас День Победы? Все. День Победы. Что для вас День Победы? Что для вас День Победы? Судя по всему церемонию. 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 В разной степени. Эксплуатируют. Поедают. Испытывают на них косметику. Маучные эксперименты проводят. Просто геноцидом занимаются по видовому признаку. И в День Победы над фашизмом. Хочется подумать о том дне, когда наконец-то наступит мир между людьми и животными. После окончания войны, после Победы, для животных война продолжилась. Мир наступит только для людей. Поэтому я думаю о дне, когда мир наступит для животных. И этот день будет праздновать вся планета. Играет музыка. В Себе. Продолжение следует... 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 Вот, то есть этот проект предлагает альтернативную идею ресурсо-ориентированной экономики Сегодня у нас в мире существует рыночная экономика, которая ориентирована только на, так скажем, вращение финансов и извлечение личной выгоды из финансов А ресурсно-ориентированная экономика, она ориентирована на то, чтобы все ресурсы были разделены между, например, ресурсы одной страны между людьми этой страны Ну, это что-то похожее на то, что уже существует, например, в Арабских Эмиратах Если вы заметили, все арабы в Арабских Эмиратах живут очень хорошо, потому что когда они получили нефть, эта нефть стала богатством всего народа Это не было обогащение какой-то элиты, верхушки этой страны, а богатство было разделено между справедливо, между всем народом Сегодня рожденный, например, араб уже с рождения получает наследство что-то около миллиона долларов Это просто за то, что он родился вот в этой стране И вот это очень справедливо еще, и так должно быть в каждой стране Еще один хороший пример это Сингапур В Сингапуре построена технократия, там Ли Куан Ю, кажется, если его, если не ошибаюсь, его звали, этот лидер покойный, премьер-министр Когда он пришел к власти, он сверг всех, всю верхушку, которая была тогда у власти коррупционную И даже снес всех своих родственников, посадил в тюрьму Он был беспощаден, но он преследовал очень хорошие идеи, то есть построить технократическое общество В котором развитие страны и народа было бы на первом месте И ему удалось это сделать всего лишь за 10 лет Это вроде бы с одной стороны большой срок, но с другой стороны это совсем небольшой срок в масштабах того, как происходит развитие многих стран в мире И сегодня, если вы взгляните на Сингапур, это очень развитая страна, в которой нищих людей практически нет В нем есть средний класс и класс богатых людей, а нищий класс отсутствует И эта страна очень развитая в плане технологий, во всех смыслах образования, там на высоком уровне То есть вот если преследовать вот такие благие идеи для человечества Не пропагандировать вот это вот парады войны, военной агрессии А навязывать людям наоборот идею мира, образованности, сотрудничества, развития технократического общества То мы сможем, если мы будем рассказывать друг другу об этом, распространять в интернете через друзей эти идеи То мы изменим общество В принципе, для меня вот 9 мая когда-то был праздником Победы Сегодня для меня это горечь, сожаление о том, что войны на земле до сих пор не прекратились Так что вот что для меня 9 мая Спасибо Спасибо вам большое Коллеги, мы с мегафоном К митингу готовы